На сегодня 15 тысяч жителей Кустанайской области официально считаются плательщиками алиментов. Правда, платят не все. К примеру, только в Кустанай 345 детей остаются без выплат. Долгами по алиментам занимаются частные судебные исполнители. Самой частой причиной, когда родители не выплачивают деньги своему ребенку, они называют отсутствие работы. Мы знаем, что если человек находится в статусе официально безработного, то исчисление задолженности по алиментам определяется со средней месячной зарплатой по Республике Казахстан. А это огромные цифры. В этой связи у должников задолженность имеет колоссальные цифры. Огромные. Помимо этого, важную роль в выплате алиментов играет человеческий фактор. К слову, нередко должники ссылаются на плохие взаимоотношения взыскателям. Несмотря на это, существует широкий спектр принудительных методов взыскания долгов. Например, конфискация имущества, наложение ареста на банковские счета или же запрет на выезд за границу. При наличии за должником задолженности свыше 250 семечных расчетных показателей, законодатель предусмотрел такую меру воздействия на должника, как при остановлении действия ранее выданному должнику свидетельство на управление автотранспортными средствами. И она на сегодня является самой действенной мерой. В феврале этого года жители области приговорили к одному году лишения свободы. На данный момент в городском суде рассматривается пять дел злостных уклонистов. В 2023 году было четыре аналогичных случая. 12 февраля текущего года специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Кустанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении должника в совершении уголовного правонарушения, предусмотренное статьей 139 Уголовного кодекса. Стоит отметить, что данное правонарушение должник совершил во время отбывания наказания в виде ограничений свободы по аналогичному правонарушению, но мер к исправлению своего поведения он не предпринимал. На очередном пленарном заседании межрайона парламента депутат Магерама Герамов для решения проблемы предложил создать в Казахстане государственный алиментный фонд. Основной его целью будет выплата алиментов детям, которые свыше трех месяцев их не получают. А возмещение государству производимых выплат будет освествляться путем взыскания данных сумм с неплательщиков алиментов. Будет ли предложение мажористмена принято к рассмотрению, пока неизвестно.